Приветствую вас! И если говорить узко, если говорить предметно, то у пропажного влечения к вашему партнеру есть две причины. Первая причина это отсутствие сколь-либо серьезных чувств. То есть дело просто ограничивалось симпатией у вас. Было симпатия, было стремление быть с ним и так далее. Пока все было хорошо. Но к решению проблем вы оказались не готовы. Ведь не важно на самом деле в этой ситуации, не важно почему он вас огорчил. Ошибки совершают все. И эти ошибки, они нормальные в отношениях. И это не последняя ошибка, которую совершил ваш партнер. Будут еще, будут другие, будут огорчения вновь. И вы же сами понимаете, что с этими огорчениями придется как-то жить. Придется что-то делать. Придется их, ну если не забывать, то хотя бы как-то опускать. Понимать. И тот факт, что вы охладели к нему после этой ситуации, говорит о том, что ваши чувства к нему не были серьезными. Не были сколь-либо истинными. Не были сколь-либо истинными для вас. Не были сильными. Их интенсивность не была достаточной для того, чтобы преодолеть негатив. И как только негатив появился, они тут же исчезли. Но это говорит о том, что вы к человеку не особо сильно были привязаны. И это не хорошо и не плохо. Это нормально. Как правильно сказал коллега Андрей Смирнов. Это нормально. Так бывает. Но есть еще и другая причина, по которой мог остаться у вас осадок. И это причина, скажем так, осознание причин, по которым молодой человек так поступил. То есть вы не до конца с ним обсудили эту ситуацию. Не до конца выговорили ему возможно всю обиду. Она в вас еще сидит. Тот самый осадок, который вы говорите, это следствие не выраженное до конца. Не высказанное, не пережито обиду. И до тех пор, пока вы эту обиду еще не переживете до конца, осадок у вас схранится. Как это лучше всего сделать? Лучше всего, если вы сконцентрируетесь на своем осадке, который чувствуете. И будет лучше, если вы подумаете о том, что он из себя представляет. Это досадок. Как он себя проявляет. И скажет своему партнеру. Вот ты знаешь, время прошло уже, оно меня волнует. То-то, 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 то-то и то-то. И здесь, на первое место, выходит ваше ощущение. Если партнер дрожит вам, ценит вас, он выслушает, поймет, обсудит. А может быть скажет что-то еще и так далее. Не нужно думать вам, как это выглядит, если вы решите это переживание выразить. Главное, чтобы вы не держали его в себе. Главное, чтобы вы вместе с партнером постарались это пережить. Главное, чтобы вы говорили об этом. И договаривали. И если потребуется, говорили каждый день. Если нужно. Но чтобы говорили. Только так можно преодолеть этот досадик. Только так его можно убрать. Убрать. Дальше. Что касается, значит, того, как вы себя ведете. Значит, конечно, можно перестать общаться с партнером уже сейчас. И если вы не видите своего будущего с ним, то вам даже не нужно будет разговаривать ни о чем. Вам не нужно будет ничего с ним обсуждать. Вам этого всего не нужно. Если чувства уже прошли, они вряд ли вернутся. Но если есть именно обида, то эта обида является чувством. И если избавиться от источника обиды, то все будет у вас хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог. Вам если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. А если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует...